Нас часто спрашивают, почему газовый котел стоит 60 тысяч рублей, а пилетный 300 тысяч. Специально для вас сегодня мы распилим на части вот этот пилетный котел, посмотрим, как он устроен, разберемся, в чем же разница и почему он столько стоит. Всем привет, меня зовут Анатолий Матвеев, основатель компании ЛТГРУП, первый центр отопительных решений, и вы на канале Лаборатория Тепла. Для начала мы снимем с этого котла декоративную обшивку, а потом дадим немного огня. Напомню историю вам этого котла. Мы его установили в 2015 году, и после того, как клиент 7 лет им попользовался, он нам его подарил, потому что устанавливали мы его в дом строящийся, а забирали из уже построенного дома, и вынуть его оттуда, кроме как распилив, было никак. Поэтому, когда подвели газ, сейчас, по-быстрому, спустя 7 лет, клиент позвонил нам и попросил его демонтировать, вынуть, ну и, соответственно, останки нам подарил. Мы его распилили, поэтому вот эти швы, это уже наша доработка, а потом обратно сварили, чтобы он у нас стоял как демонстрационный образец. А сейчас мы его еще раз распилим, чтобы наглядно показать вам его внутренности и продемонстрировать все нюансы. Именно поэтому, когда я снимал обшивку, под ней не было утеплителя. А так, в заводском варианте, под всеми декоративными обшивками, стоит вот такой вот утеплитель, который защищает котел от теплопередачи на вашу котельную, чтобы он тратил тепло на нагрев вашей системы отопления, а не бесполезно нагревал котельную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для вас прошло несколько секунд, для меня немного больше. И для начала хочу сразу отметить важную вещь. Это только часть котла, но она такого же объема, как котел теплодар. Это для того, чтобы вы понимали, в чем разница, когда спрашиваете, почему котел теплодар стоит в два раза дешевле. Потому что из обычного нормального пилетного котла можно сделать два теплодара. Давайте посмотрим, как устроен котел. У нас есть внешняя стенка, внутренняя стенка. Вот здесь вставляется горелка. Соответственно, горячий воздух нагревает вот эту внутреннюю поверхность. Здесь у нас вода. Как видите, специальные распорки, которые поддерживают котел в одинаковой форме, потому что когда нагревается, он расширяется, сужается, чтобы он не играл. Вот смотрите. Получается, горячий воздух попадает сюда, опускается вниз. Потом подымается вот по задней стенке. Здесь тоже вода. Он ее нагревает. Соответственно, котел имеет огромную внутреннюю поверхность, которая нагревается. Так это и работает. Разница от газового котла в том, что для того, чтобы перенять все тепло от сгоревших пилет, нужна большая площадь поверхности теплосъема. Производители котлов делают ее по-разному. Кто-то огромное количество разных трубок вставляет, чтобы увеличить площадь поверхности. Кто-то делает плоские стенки. Плоские, естественно, поудобнее, потому что грязь ссыпается. Ну, вот видите, нагар какой здесь образуется. И легче, проще чистить. Трубчатые, особенно горизонтальные трубки. Их чаще надо чистить, потому что зола скапливается на дне трубки. И, соответственно, забивается пространство внутри нее. Тяга уменьшается. Горение становится неэффективным. Необходимо чистить. Теплосъем тоже уменьшается. Коэффициент полезного действия падает. По сути, достаточно простая, но трудоемкая работа сделать из стали вот такую вот конструкцию. Много, что нужно согнуть, много, где нужно сварить. Много, что нужно учесть, чтобы он выдержал давление, выдержал нагрев. Чтобы он не развалился, чтобы его не повело, чтобы он не потек. И чтобы площадь поверхности была такая, чтобы снять необходимое количество тепла. И в достаточном количестве выделить его в вашу систему отопления. И нагреть ваш дом даже в самые пиковые заморозки. Если вам понравился подобный формат видео, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. А также вы можете задать нам вопросы по поводу устройства пилетного котла в комментариях. Или написать, что бы вы хотели, чтобы мы еще распилили. А еще мы проведем конкурс на самый креативный комментарий. И победителю подарим вот эту крышку. Так что пишите свои комментарии. С вами был Анатолий Матвеев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok